СПОНСОР СЕГОДНЯШНЕГО ВЫПУСКА КАНАДСКАЯ ФИРМА СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ АНС ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ И БУДЕТ ВАМ СИЛА, МАССА И РЕЛЬЕВ Привет, друзья! Недавно у себя в инстаграме я выложил видео о том, как я начал тренировать одну девочку, колумбийку, и мы с ней отрабатывали такое движение, как становая тяга. У меня много роликов, есть большие ролики, посвященные полностью и румынской становой тяге, и просто становой тяге, различным ее вариантам. Так вот, вы знаете, что я всегда учу вас безопасным тренировкам. Это самое первое. А второе – качественным. Один из подписчиков, или не подписчиков, не знаю, в моем инстаграме задал мне такой вопрос. Сейчас я вам его зачитаю. Чему я сильно удивляюсь, потому что постоянно я объясняю, рассказываю о том, как нужно выполнять определенные упражнения, и есть определенные правила, общие правила для многих упражнений. Вопрос, а скорее всего, просто комментарий, звучал так. Так, становая тяга. Посмотрел в интернете десятки роликов техники выполнения этого упражнения. И везде спина прямая в конце. Все неправы? Сложно отвечать на так поставленный вопрос, что все неправы. Если скажу «да», получается, что я самый умный. Это не так. Все мы заблуждаемся. И я заблуждаюсь во многих вещах. Но, по крайней мере, в тренинге я знаю очень многое. За 25 лет своего стажа, постоянных тренировок без прекращения, постоянного изучения, постоянных исследований. И я все-таки могу советовать и давать рекомендации, как нужно делать те или иные упражнения, чтобы не получить травму, и чтобы они были максимально эффективны. Все неправы? Ребята, не забывайте, еще 100 лет назад за одну идею о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли, сжигали на кострах. Все были в этом уверены. 10 лет назад любой физик сам зашел бы на костер за идею о том, что атом – мельчайшая частичка вещества. И где сейчас все эти физики? Где сейчас все эти псевдоученые? Где сейчас церковь, утверждающая, что Солнце вращается вокруг Земли? Понимаете, к чему я клоню? Если толпа что-то думает, что-то делает, если все как бы раны повторяют друг за другом, это не значит, что это правильно и что это истина. В чем был вопрос? В том, что нужно распрямляться в становой тяге полностью до выпрямления корпуса параллельно с ногами. Почему это неправильно? Потому что, когда вы распрямляетесь полностью, вес с работающих мышц уходит. Конечно, вы также продолжаете держать этот вес, но работающие целевые мышцы расслабляются, и вес переходит на позвоночник и на суставы. И невозможно держать коленки полусогнутыми, как это нужно в верхней точке. Колени также будут получать большую перегрузку. Будет получать нагрузку позвоночник, чего нам с вами совершенно не нужно. Можно получить травму. Многие, если вы видите, не то что выпрямляются полностью, а еще отклоняются назад. Так вот, ребята, если вы не пауэрлифтер, то вам такая манера выполнения движения совершенно противопоказана и не нужна. Во-первых, снимаете нагрузку с работающих мышц, а во-вторых, переносите ее на позвоночник, на межпозвонковые диски, на суставы. Это глупо, тупо и опасно. И если все так делают, то получается, все, кто так делают, тупые и хотят навредить себе, либо хотят навредить вам, если советуют вам выпрямляться полностью в становой тяге. Повторюсь, это касается всех, кроме пауэрлифтинга, ну и стронгмена. Почему? Потому что им не засчитают это движение, как выполненное, если они не покажут, что они полностью распрямились, что они закончили движение. Поэтому они выпрямляются, отклоняются назад. Только тогда им судья дает команду, что вес взят. Мы с вами, люди, тренирующиеся в основном для здоровья, для результата, бодибилдеры, стремящиеся к хорошим результатам. Это не нужно, не продуктивно и опасно. Оставайтесь всегда в слегка согнутом состоянии. Не забывайте, что негативная фаза важнее позитивной. И большинство травм происходит именно, когда мы опускаем вес, а не когда его поднимаем. В негативной фазе. Поэтому никогда не опускайтесь слишком низко и никогда не допускайте падения веса. Если вы бьете блинами о пол, это говорит о том, что вы совершенно игнорируете негативную фазу и можете нанести себе вред. Если вы не можете в верхней точке движения остаться слегка согнутым, в идеальной технике, спинка прогнута, лопатки вместе, значит вес для вас слишком велик. Поэтому думайте всегда головой, пропускайте всегда через себя любую информацию. Не думайте и не смотрите, что если большинство так делает, то значит это правильно. Всегда нужно смотреть на все с разных сторон. В первую очередь смотрите на свои тренировки через призму сохранения, улучшения здоровья. Потом с точки зрения результата. И тогда у вас будет все хорошо и все будет здорово. Здорово. Мы с вами пришли в тренажерный зал не для того, чтобы провести в нем месяц или два. Мы с вами пришли в тренажерный зал, чтобы быть здоровыми, чтобы никогда из него не уходить. Так получилось, что большинство людей, которых я тренирую, девушки. Выступающие, не выступающие, не важно. Особенно для вас, девчонки, важно не распрямляться в верхней позиции. И особенно, когда вы делаете румынскую становую тягу. Потому что вес бицепса бедра будет уходить. Будет уходить в позвоночник. Конкретно в поясничный отдел. И не только. Вы себе только навредите. Поэтому, повторяю еще раз. Пересмотрите мои ролики о том, как делать становые тяги. Для того, чтобы знать, как правильно, безопасно тренироваться. И при этом получать хороший, положительный, позитивный результат. Следи за техникой. И будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих, грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym. Специально для вас. Если вам что-то непонятно, или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока. Пока.